Окей, будем начинать. Сейчас я еще раз. Окей, доброе утро, коллеги. Сегодня мы поговорим о призмах. Все наше занятие будет посвящено призмам. И давайте начнем с общего определения. Призма или оптическая призма – это тело из однородного материала, прозрачного для оптического излучения, ограниченное плоскими отражающими и преломляющими свет поверхностями, расположенным под строго определенными углами друг к другу. Это общепризнанное определение, я взял его из Википедии. Ну и, как вы видите на рисунке, это трехугольное тело с плоскими гранями. Наверху есть вершина призмы, внизу – это мы называем его база призмы. Ну и, как мы уже видели на предыдущей демонстрации, свет, преломляясь в призме, преломляется в направлении базы всегда. Ну и здесь вы это можете видеть. Плюс, здесь вы видите на этой картинке, это классическая картинка из учебников оптики, здесь вы можете видеть дополнительный эффект, эффект разложения света на цвета, на составляющие. Мы не видели этот эффект в моей демонстрации, ну и не просто его увидят, для этого нужны специальные источники. Да, источник-то мой был красного цвета, лазер, а вот если бы был белый источник, то мы бы увидели и такой эффект, эффект разложения цвета на составляющие. На самом деле, белого света в природе не существует. Белый свет – это какое-то физическое обобщение, можно сказать. На самом деле, видимый свет – это набор разных длин волн или разных цветов, говоря простым языком. Ну и то, что мы видим здесь на картинке, это вот как раз составляющие цвета, все эти цвета от синего до красного – это составляющие цвета видимого, это разные длины волн. Ну и вот, собираясь вместе, смешиваясь, все эти различные цвета и как раз составляют белый цвет. Ну, еще раз, в природе белого или бесцветного цвета не существует. У каждого цвета есть своя длина волны и свой цвет. Ну и относительно длин волн, вы можете видеть здесь примеры, от 400 нанометров. Нано – это 10 в минус девятой степени, то есть единица с девятью нулями перед ней, с восьмью нулями перед ней. 400 нанометров – это длина волны, это самые короткие волны, синие и голубые. И самые длинные волны, порядка 700 нанометров – это красные. Ну и вот этот вот диапазон длин волн от 400 до 700 нанометров примерно – это диапазон видимого света. Существует в природе множество других волн, а свет, каждый из этих цветов – это волна. Существует множество других волн, множество других длин волн. Это могут быть и радиоволны, это может быть и гамма-излучение, и альва-излучение, радиоактивное излучение, и красное излучение, и ультрафиолетовое. Все эти примеры излучения невидимого. Наш глаз его не видит, мы можем чувствовать его. Вот рентгеновское излучение, как вы знаете, оно проходит насквозь через наше тело, и с помощью него можно получить снимки различных органов наших, но глаз рентгеновское излучение не видит, так же, как и другие типы излучений. Так вот, видимый свет – это только маленькая, очень маленькая часть всего диапазона длин волн. Ну и вот через этот диапазон мы видим весь наш мир в различных цветах и во всем его разнообразии и великолепии. Давайте посмотрим на этот эффект, и потом мы посмотрим на другие эффекты в призме. Эффект, при котором свет разлагается на составляющие, на различные цвета, называется дисперсия в физике, в оптике. И эффект этот основан на следующих эффектах, на следующих базовых каких-то истинах. Во-первых, свет распространяется с определенной скоростью в различных средах. Здесь вы видите формулу небольшая, V – это скорость света, это C, поделенная на N. C – это константа, это постоянная, это скорость света в вакууме, скорость очень большая, порядка 300 тысяч километров в секунду. В физике утверждают, что это самая большая скорость в физической Вселенной. Есть те, кто спорят с этим, но это на сегодняшний день общепризнанная истина, скорость света в вакууме. И по формуле скорость света в вакууме, поделенная на N, показатель преломления, это будет скорость света в данной конкретной среде, обладающей показателем преломления N. Ну и, исходя из этой формулы, чем выше значение N, показатель преломления, тем меньше будет скорость в данной среде. То есть, большее значение показателя преломления – это как бы большая оптическая плотность материала. Свету как бы тяжелее проходить через эту среду, и скорость его уменьшается. Сопротивление, оптическое сопротивление данного материала, данной среды света увеличивается. То есть, показатель преломления мы можем в какой-то степени сказать, что это параметр, параллельный сопротивлению в электричестве. Чем больше показатель преломления, тем меньше скорость света в среде. Сложности начинаются с того момента, когда мы понимаем, что показатель преломления, он зависит от длины волны. То есть, показатель преломления – это не какой-то единый параметр, который может быть определен для какого-то материала, скажем, стекло с индексом 1.53. Вот и наш индекс для стекла. Ой-ой-ой, Ирина решила порисовать у нас здесь. Окей, господа, постарайтесь не рисовать. Я сейчас не хочу тратить время искать, где это можно отменить. Постарайтесь не рисовать. То есть, показатель преломления на самом деле зависит от длины волны. То есть, грубо говоря, зависит от цвета. То есть, разные цвета – голубой, желтый, синий, красный – распространяются с различной скоростью в одной и той же среде. Ну и, кстати, порядок цветов, который вы видите на этой картинке, сейчас она справа, он постоянен. То есть, когда мы видим радугу, порядок цветов вот всегда такой, он не меняется. Ну и вызван он тем, что у каждого цвета есть своя длина волны, и каждая длина волны по-разному преломляется. Для того, чтобы определить, выразить вот это вот изменение скорости света в конкретной среде, в конкретной среде было введено число ABBE, ABBE value, ABBE number на английском. ABBE – это был ученый, физик, немецкий, и по его имени назван этот параметр. И число ABBE в материале определяется следующим образом – VD, это число ABBE. И вот такая формула ND-1, деленная на NF-NC, где ND, NF и NC – это показатели преломления для различных длин волн. C – это относится к красным цветам с длиной волны 656 нанометров. Вам не нужно помнить эти значения, естественно, всегда можете посмотреть. Ну, это здесь я вам показываю для общего такого понятия. D относится к середине диапазона волн, это примерно район зеленый. И F – это длина волны 486 нанометров, и это голубая область спектра. Допустим, что мы можем понять из этой формулы, чем она нам полезна вообще? Если мы посмотрим на эту формулу, то чем больше разница внизу в знаменателе NF-NC, чем больше эта разница, тем меньше будет число ABBE. А что значит большая разница между NF-NC? NF-NC – это показатели преломления по краям диапазона видимого света. F и C. F – это голубой, C – это красный. То есть, чем больше разница между этими двумя показателями преломления NF-NC, это значит, что материал больше влияет на разницу длин частот, на разницу в цветах. Ну, или, выражаясь более простым языком, материал, в котором разница между этими двумя показателями NF-NC, он будет вызывать большее разделение цветов. То есть, цвета там будут преломляться по-разному, и разница между этими цветами будет чем больше, тем больше, чем больше разница между вот этими двумя индексами NF-NC. Ну, и, соответственно, чем меньше разница между двумя этими индексами, тем выше будет число AB-B, и тем меньше материал будет влиять на различное преломление различных цветов. Или, выражаясь языком оптическим, дисперсия в таком материале будет меньше, и в таком материале будет меньше хроматических аберраций. Хроматические аберрации, хрому, цвет, это аберрации, которые связаны с цветом. В наших линзах значение хроматических или цветовых аберраций, оно не так высоко. Значение этих аберраций намного выше, например, в различных оптических системах, в микроскопах, в телескопах, в различных приборах военного назначения, точной оптике, там значение цветовых аберраций, оно очень велико, и в таких системах оптических, в общем-то, прилагают большие усилия, чтобы свести эти цветовые аберрации к минимуму, для этого строят системы с многими линзами, довольно сложные системы. Ну, а в нашем случае, в случае автоматических линз, еще раз, цветовые аберрации, они менее значимые, хотя они не совсем не важны. В следующем слайде мы увидим пример различных материалов, и их число аби, где, еще раз, высокое число аби, это материал, который как бы качественен с точки зрения хроматических аберраций, то есть материал, в котором разница NF минус NC, она минимальная, аби-вэлю высокая, и материалы менее качественные с точки зрения хроматических аберраций, там, где аби-вэлю, оно низкое. Линию, которую здесь нарисовали, она так пока и остается. Вы видите слева табличку, пример пример различных материалов, то есть здесь мы видим и стекло, первые четыре материала, это стекло, и потом у нас есть различные примеры пластиков, вы можете увидеть индекс каждого материала, стекло начинается с 1,523, это типичное стекло, краун, ну и дальше идут стекла с более высоким показателем преломления, 1,6, 1,7, 1,8, 1,8 это индекс, которого не существует пока в пластике, ну и дальше идут материалы пластика, hard resin OCR38 с показателем 1,5 и, в общем-то, я думаю, знакомые вам материалы до MR174 с показателем преломления 1,73, для 1,74 более распространенная версия, есть вариант 1,75, но это самые высокие показатели преломления пластики, ну и вы можете видеть следующая колонка, это вот как раз число АБИ, как мы уже сказали, чем больше число АБИ, тем материал более качественный, качественный с точки зрения хроматических аберраций, ну и чем он меньше, тем он менее качественный, вы можете увидеть, что сохраняется практически без исключения правило, где материалы с наименьшим индексом имеют наибольшее число АБИ, то есть материалы с меньшим показателем преломления, они более качественные в смысле хроматических аберраций, ну и вот вы можете видеть, что стекло индекса 1,52 имеет АБИ-вэлю 59, в то время как стекло с индексом 1,8 имеет АБИ-вэлю число АБИ только 25, то есть 25 это низкое значение числа АБИ, ну и я думаю, что как минимум часть из вас столкнулась с хроматическими эффектами в материалах с высокими индексами, ну вот в частности стекла с такими высокими индексами, а есть стекло и с индексом 1,9, где вы или ваши пациенты могут увидеть различные цвета, иногда бывает, что на краях линзы пациент может видеть цвета, может видеть такую радугу, ну и бывают случаи, когда люди даже жалуются на такие эффекты, ну вот такие эффекты, как правило, встречаются в материалах с высокими индексами, ну и то же самое правило относится и к пластикам, пластик с индексом 1,5 имеет число АБИ 58, также высокое число АБИ, похожее на стекло с индексом 1,52, ну и здесь вы можете видеть, что с увеличением показателя преломления число АБИ уменьшается, как правило, ну здесь мы можем, например, посмотреть на поле карбонат, материал относительно используемый, в России, возможно, меньше им пользуется, в Соединенных Штатах, например, это один из самых популярных материалов для для линз очковых, за счет его особой прочности и стойкости, это материал, который практически невозможно разбить, его можно поцарапать, его можно изогнуть, но разбить невозможно, можно взять линзу из поликарбоната, ударить по ней молотком, она не разобьется, такие свойства необычной стойкости очень важны во всех применениях, связанные с какой-то рабочей средой, особенно средой, в которой есть какие-то летающие частицы, в которой необходима защита глаз. Это качество также очень важно в бачках для детей, и вот, в частности, в Соединенных Штатах по закону все линзы для детей должны быть сделаны из поликарбонатов, других вариантов там нет, но за счет этих факторов есть страны, в которых этот материал очень популярен, но при этом посмотрите на его значение Абби, 30 по сравнению с индексом 1,5 в обычном пластике, то есть разница в числе Абби высокая, там кто-то руку поднял, Владимир, проверь, что там есть вопрос какой-то. То есть поликарбонат в смысле хроматических аберраций это материал некачественный, но у него есть другие преимущества. Стоит обратить внимание на материал Trivex, я надеюсь, что он вам знаком и что вы пользуетесь им в России. Материал очень качественный, с индексом относительно невысоким 1,53, но при этом обладающим прочностью как поликарбонат и с числом Абби выше, значительно выше 44, чем 30 для поликарбоната. Материал, который намного легче поддаются обработке, в общем-то намного более приятный материал, чем поликарбонат, так что я лично советую его вам. Ну и дальше вы можете видеть, что, как мы уже сказали, чем выше индекс, тем меньше значение числа Абби. Материал 1,73 или 1,74 это значение Абби 33, довольно низкое, но обратите внимание, все еще выше, чем поликарбонат. То есть у поликарбоната число Абби, оно, так можно сказать, экстремально низкое. Но при этом и 1,67 и 1,73 или 1,74 считаются не очень качественными материалами с точки зрения хроматических аберраций. Ну и с правой стороны еще раз формула для числа Абби, просто записанная в немного другом виде, уже не как какие-то индексы, а наверху мы имеем показатели преломления для центра. Центр имеется в виду центр диапазона видимого света. То есть это где-то на уровне желтого или зеленого. И внизу в знаменателе у нас показатели преломления для длинных волн красных минус показатели преломления для коротких волн синих. Ну, если вот вы хотите как-то запомнить эту формулу, ну вот в таком виде возможно ее будет проще запомниться. Ну, это вот то, что я хотел рассказать вам про дисперсию. Владимир, есть какие-то вопросы? Вопросов в чате нет. Окей. Окей. Хорошо. Алекс, а вопрос от MR8+, появится, я забыл, там тоже 41 будет Абби? Я думаю, да. Абби Велью примерно. И тогда поликарбонат, наверное, уйдет в прошлое. Я не знаю, ли он уйдет в прошлое, потому что опять же, по прочности у него практически нет конкурентов. Ну, разве что вот Трайвекс приближается к нему по прочности, а MR8, MR10, эти 174, они, в общем-то, довольно далеки по прочности от поликарбоната, поэтому все те применения, где требуется особая прочность, ну, то, что я сказал, или какая-то опасная рабочая среда, или дети, или военные применения, там я не думаю, что поликарбонат уйдет. Поликарбонат, скорее всего, останется. Возможно, использование его в каких-то более бытовых применениях в качестве обычных повседневных очковых линз, оно снизится, ну, и на сегодняшний день есть страны, в которых поликарбонат не так популярен. В Европе его меньше любят, я знаю, намного меньше, чем в Америке, в Израиле относительно мало им пользуются, я не знаю статистики в России, но я думаю, что он не уйдет, но, возможно, его использование как-то уменьшится. Просто Митсуи обещала, что прочность будет примерно такая же, как у поликарбоната. У МР-10? МР-8+, которая? МР-8+, ну, возможно, дай бог, но при этом цена его вряд ли будет такая же, как у поликарбоната, вряд ли он будет когда-нибудь дешевым, посмотрим. Я думаю, что поликарбонат еще поживет, конечно. Еще вопросы? Нет вопросов? Так, в чате вопросы? А, нет, нет вопросов в чате. Окей, если появятся вопросы, задавайте, а мы тогда продолжим. давайте поговорим про оптическую призму. В оптической призме, как мы уже видели, лучи света, проходя через призму и преломляясь, преломляются всегда в сторону базы. В данном случае база находится внизу, поэтому лучи преломляются вниз. Если бы мы перевернули призму базой наверх, то лучи бы преломлялись наверх. Это мы уже видели в презентации. Здесь я хочу вам показать два примера. Первый пример слева это положительная линза, справа пример отрицательной линзы. Но в качестве линз вы видите необычные линзы наши с круглыми поверхностями, а вы видите набор двух треугольников, двух призм. При этом в случае с положительной линзой эти две призмы соприкасаются своими базами в середине, а в случае с отрицательной линзой две призмы соприкасаются своими верхами, своим вершинами. спасибо, Владимир. Ну и что тут я хочу сказать, что как положительная, так и отрицательная линза может быть представлена набором призм, то есть как бы положительная линза представлена набором из двух призм, которые встречаются своими базами, а отрицательная линза представлена набором из двух призм, которые встречаются своими вершинами в центре. При этом, если вы посмотрите на каждую из этих призм в положительной линзе, то верхняя призма, имея базу внизу, отклоняет лучи вниз, а нижняя призма, имея базу наверху, отклоняет лучи вверх, как призмы должны работать. При этом, если вы посмотрите на весь этот рисунок, я думаю, что он вам очень сильно напомнит рисунки из нашего первого занятия, когда мы смотрели на обычную фокусирующую линзу. То есть здесь у нас есть пример работы обычной фокусирующей линзы, когда параллельный пучок лучей слева падает на такую линзу, а в нашем случае как бы две призмы, и в конце фокусируется в какой-то точке, которая называется фокус. В случае же отрицательной линзы мы имеем пример рассеивающей линзы, где каждая из призм работает тоже, исходя из того, как она и должна была работать. Верхняя призма отклоняет лучи наверх, нижняя призма отклоняет лучи вниз. При этом у нас есть пример рассеивающей призмы. Что из этого можно вынести? Ну, во-первых, то, что основные свойства наших линз, свойства фокусировать пучок лучей или рассеивать пучок лучей, в общем-то являются эффектами, относящимися к призмой. Это призматические эффекты. Может быть, несколько необычный взгляд на наши линзы, но это так и есть. То есть свойства линз – это фактически свойства оптической силы. Как мы уже говорили на предыдущих занятиях, оптическая сила, в общем, это способность какого-то оптического элемента влиять на ход лучей, преломлять их, фокусировать или рассеивать. И здесь мы видим абсолютно четко, что это свойство линз влиять на ход лучей вызвано призматическими эффектами. Ну, это первый важный пункт, почему призма важна в нашей повседневной жизни. Ну, вот из-за этого, что преломление лучей связано с призмой. Как мы сказали уже до этого, хроматические эффекты, они важны, но они настолько важны, они не занимают центральное место в нашей оптике. Окей, пойдем дальше. Здесь мы видим пример человека, женщина, который смотрит на призму. Это оптическая ось. И лучи света преломляются в призме, как мы уже знаем, в сторону базы. И здесь мы видим какой-то объект, то есть женщина, которая смотрит через призму, видит объект в этом месте. То есть на самом деле объект находится ниже оптической оси или ниже направления взгляда смотрящего. При этом смотрящий будет думать, что объект находится по направлению зрения. То есть он будет думать, что объект находится здесь, на оптической оси. То есть ощущение смотрящего человека будет такое, что он видит объект, вот эту свечку, которая находится прямо напротив его глаз, когда на самом же деле объект, свечка находится ниже. И отсюда следует еще одно базовое свойство призмы. Если первое свойство призмы, как мы уже сказали, заключается в том, что призма преломляет лучи света по направлению к базе. В данном случае база находится внизу, поэтому луч света преломился вниз. но с точки зрения смотрящего он будет видеть объекты, которые в данном случае будут выше. То есть объекты будут отклоняться в сторону противоположную базе. Если в данном случае база находится внизу, то смотрящий человек будет видеть объекты выше, чем они на самом деле находятся. Если же база будет находиться наверху, то смотрящий человек будет видеть объекты, которые на самом деле находятся ниже, чем они в реальной жизни. Вы можете проделать опыт самим у того, у кого есть очки или у вас есть под руками какая-то линза. Если вы возьмете положительную линзу, то вы увидите, что на самом деле положительная и отрицательная линза это смотря через какой район область линза вы будете смотреть, мы это увидим в следующем слайде, вы увидите, что объект реальный, вот кто-то еще, Елена продолжает рисовать, что реальный объект либо смещается вверх, либо смещается вниз. А может стереть их и запретить? Вот он мне не дает опцию стереть. Здесь есть опция стереть, но он мне не дает. Я могу выйти и зайти. Давайте так сделаем, а то слишком много у нас. Или кто нарисовал, возможно, он сам может стереть. Сейчас я тогда выйду и зайду. Здесь наверняка есть опция не давать рисовать, но я сейчас не хочу тратить на это время. Я хочу занятия проверить. Есть опция такая. Окей. Проблема решена пока. Окей. Свойства призмы. Отклонять лучи можно определить количественно, а не только качественно. То есть, если мы возьмем наш пример, и, скажем, объект находится на расстоянии одного метра от призмы, при этом луч отклонился в вертикальном направлении на один сантиметр, в таком случае мы можем говорить об призматической силе призмы или оптической силе призмы. Это необычная оптическая сила. Она не измеряется в обычных диоптриях, и к ней неприменимы формулы оптической силы, которые мы изучили на предыдущих занятиях. Здесь мы имеем дело с особой оптической силой, с призматической силой. Выражается она в призматических диоптриях. PD на английском, на русском также. Призматические диоптрии. Обычно призматические диоптрии обозначаются греческим знаком дельта. Рассчитывается она по формуле 100 умноженной на тангенс угла отклонения θ. Ну и если те, кто еще помнит курс математики, школьный или институтский, из этой точной формули мы можем прийти к упрощенной формуле. Это y, поделенный на x. y – это вертикальное отклонение луча. x – горизонтальное расстояние. Ну, это соотношение выходит из того, что мы имеем дело, как правило, с небольшими углами θ. При небольших углах тангенс угла равняется самому углу. И вы быстро можете прийти к этой формуле. Те, кто хочет, могут в свободное время проверить. Ну и вот это фактически определение призматической диоптрии или призматической силы. Это вертикальное отклонение луча на один сантиметр на расстояние одного метра. Да? То есть, если луч отклонился вертикально на один сантиметр при расстоянии в один метр, то мы говорим об одной призматической диоптрии. Да? Ну и, соответственно, если луч отклонился, скажем, на полсантиметра, на один метр, то у нас будет две призматические диоптрии, ну и так далее. Дальше вы можете делать вычисления сами. Нет, извините, если у нас будет полсантиметра, то это будет у нас пол, половина призматической диоптрии. То есть, чем больше сила призматической призмы, тем больше, извините, луч света будет отклоняться вертикально. Окей. Пойдем дальше. Следующее положение — это правило, по которому можно рассчитать призматическую силу линзы. Правило это называется правило принтесса или принтесс рул на английском. И правило это, оно очень простое, и оно говорит о следующем. Призматическая сила, призматическая сила, ну, призма или линза в данном случае, это си. Си — это десентрация, горизонтальная десентрация или горизонтальное смещение. Десентрация или горизонтальное смещение линзы, умноженное на оптическую силу, обычную оптическую силу линзы, выраженная в диоптерях. При этом десентрация выражается в сантиметрах. Ну, и здесь вы можете увидеть схематическое изображение. Я взял его из интернета, поэтому, возможно, вы его уже встречали. Что мы здесь видим? Мы видим нос, находится слева, правый глаз и линза. В данном случае у нас есть линза отрицательная. Ну, это просто для примера. Отрицательная линза. Ну, и как мы видели уже раньше, отрицательную линзу мы можем представить как набор из двух призм, которые встречаются своими вершинами в центре, в оптическом центре или в установочной точке, если мы имеем дело с обычной монофокальной линзой. Ну, и в данном случае отклонение влево в сторону носа приводит к положению, что пациент, его правый глаз смотрит через призму, через правую призму. При этом призма имеет базу, которая смотрит наружу. Ну, и так это обозначается. база наружу о английском base out. Out, наружу. Ну, и призма это, значение этой призмы может быть рассчитано. То есть, если мы возьмем децентрацию, ну, скажем, для примера. Давайте даже напишем. Окей. Давайте представим, что у нас здесь есть децентрация. Ну, скажем, возьмем 2 мм, да? Для примера. 2 мм. Ну, и оптическую силу линзы. Скажем, сколько возьмем? У нас здесь отрицательная линза. Давайте возьмем минус 3 диоптрии. Минус 3 диоптрии. Ну, и исходя из формулы Прентиса, у нас будет децентрация 2 мм, при этом формуле мы должны взять в сантиметрах. То есть, у нас будет 0,2 сантиметра, да? умноженное на минус 3 диоптрии. То есть, мы получим минус 0,6 призм диоптрии. Минус 0,6 призм диоптрии. То есть, такую призму на нашем жаргоне мы просто скажем призма, да? Не говорим призм диоптрии. Призма 0,6 диоптрии призмы внесет горизонтальная децентрация в 2 мм. Да? Для линзы силой минус 3 диоптрии. Знак призмы, в общем-то, выражает направление. В данном случае у нас будет призма наружу, base out. Ну и вот минус будет говорить о том, что это призма наружу. Да? Ну и исходя из этого правила, исходя из этого примера, вы можете посчитать призму и понять направление призмы для любой линзы и для любого смещения. Соответственно, если смещение будет нулевое, C будет ноль, а смещение нулевое, это значит, что глаз смотрит через оптический центр, то тогда никакой призмы в этой линзе соответственно не будет, неважно, какая у нее оптическая сила. Понятно, да? Окей. Давайте продолжим. Алекс, у меня вопрос небольшой. А если мы сместим, линзу сместим наружу, да? Да, ну вот сейчас она смещена наружу, да, ну. Линзу сместим, то тогда получается 2 на минус 3 будет все равно минус 0,6 смещение, то есть другую сторону сместим. Все равно будет, тогда значение смещения будет противоположно. Смещение, знак смещения меняется. знак смещения, да. Спасибо. Минус на минус получится плюс. Окей, давайте продолжим. Нет вопросов в чате у нас? Владимир? Есть вопрос в чате какой-то? Это не Аликс здесь сам не звук у кого-то. Ну, тут я не смогу помочь. Тогда давайте продолжим. Важное, еще один важный пункт в рассмотрении темы призмы, это где мы меряем призму. Ну, если мы берем обычную линзу монофокальную, складскую линзу, то там мы меряем призму в оптическом центре, никакой дополнительной особой маркировки здесь не требуется. И когда вы измеряете линзу, вы просто находите оптический центр линзы, исходя из призмы как раз в той точке, где значение призмы будет нулевой, там и будет оптический центр призмы, там будет установочная точка, и установка линзы, ее обточка согласно оправе производится, исходя из оптического центра линзы. Тут, в общем-то, все довольно просто. А если же такая монофокальная линза будет смещена на какое-то расстояние, то вы можете с легкостью посчитать значение призмы, которая будет внесена. А мы же рассмотрим случай с прогрессивной линзой, где в ней меряется призма. Ну, здесь есть пример разметки типичной прогрессивной линзы. Ну, я скажу несколько слов об основных элементах разметки, ну, для общего развития, в общем-то. Вы здесь видите элементы красные, да, два кружка и еще какие-то элементы. Все, что нарисовано на данном рисунке красном, это разметка, которая остается на линзе навечно, это перманентная разметка. Все же остальные символы, которые помечены черным, это разметка, которая удаляется в какой-то момент, она наносится во время изготовления линзы, в какой-то момент она удаляется, удаляется она, как правило, уже в магазине оптики, когда автометрист или оптик удостоверился, что линза точно правильно согласно оправе и установочная точка находится напротив зрачка пациента, то в таком случае можно убрать всю эту разметку. Ну и давайте посмотрим на основные элементы. два красных кружка, как мы уже сказали, перманентная разметка, это очень важные элементы разметки, они фактически задают систему координат, и линия, соединяющая эти две кружка, эти два перманентных знака, задает горизонтальную ось, ну и в соответствии с этой горизонтальной осью, все остальные значения, все остальные какие-то точки на линзе задаются, ну и в частности угол цилиндра, про который мы говорили в одной из предыдущих занятий, когда мы говорили, что угол отсчитывается от горизонтальной оси, вот как раз эта ось от этой оси и рассчитывается и отмеряется, в частности угол цилиндра. Ну, если мы продолжим смотреть на основные элементы, то точка, которая лежит на линии, которая соединяет два перманентных знака, два перманентных разметки и находится между ними, это как раз точка измерения призмы. В этой точке мы меряем призму в прогрессивной линзе, на английском она называется MRP или PRP, MRP Major Reference Position, главная измерительная точка или PRP, Prism Reference Position, точка измерения призмы. Ну, второе значение, оно более точное, напрямую говорит, что это точка измерения призмы. Эта точка предназначена только для измерения призмы. То есть ничего другого в этой точке не меряется. С другой стороны призма в прогрессивной или мультифокальной линзе не меряется ни в какой другой точке, а только в этой. Дополнительные важные точки в разметке линзы это установочная точка, которая, как правило, находится над точкой измерения призмы. Как правило, 4 мм, но есть варианты с 2 мм, с 1 мм, 4 мм это наиболее типичное значение. Дополнительная точка это точка измерения дали, находится над установочной точкой, 6 мм над установочной точкой, иногда 4 мм, это зависит от производителя. линзы. Ну и внизу мы можем найти точку измерения для близи. Насколько она удалена от точки измерения призмы или от установочной точки, зависит от длины коридора. Ну, про прогрессивные линзы мы будем говорить в наших следующих занятиях, поэтому я не буду вдаваться в эти подробности прогрессивные линзы. Плюс к тем элементам, которые мы уже рассмотрели, есть дополнительный элемент, слева есть у нас 250, это значение агитации в данном случае, 2,5, она тоже красная, то есть значение агитации остается навечно в линзе, это еще один перманентный знак. Ну и справа, как правило, производители вносят свою логу, или логу дизайна, здесь вы видите старое лого Шамира, ну здесь может быть, здесь уже по усмотрению производителя, CES ставит свое лого, как правило, STLOR ставит лого, либо это лого дизайна. Ну и последний элемент, который здесь есть, это возможно название дизайна, это не перманентный знак, он также стирается, это просто маркетинговая информация. почему точка измерения призмы находится именно здесь, где она находится, а чем характеризуется эта точка? В вертикальном направлении она расположена примерно посредине между точкой измерения дали и точкой измерения близи, примерно посредине, из этого примера мы можем точно знать расстояние с точки измерения призмы до точки измерения дали это 4 плюс 6 это 10 миллиметров, а от точки измерения призмы до точки для близи 13 миллиметров, то есть не точно посредине, но примерно посредине. Почему это так ну это так исходя из из того что призмы в прогрессивной особенно линзы изменяются значение призматической силы изменяются даже в монофокальные линзы исходя из закона принтерс то есть любое смещение как горизонтальная так вертикальная от оптического центра линзы а оптическим центром мы можем считать установочную точку любое смещение от этого оптического центра будет вызывать будет вносить призму при этом призма в точки изменения для дали также как призма в точки изменения вблизи будут будет различаться будет различаться еще больше чем в монофокальные линзы чтобы того что в такой линзе оптические силы изменяются а изменение оптической силы приводит к дополнительному дополнительным призмам опять же исходя из закона принтерс ну и для того чтобы как-то сбалансировать значение призмы в точке измерения для доли точки измерения для близи вот решили мерить призму где-то посредине между далее вблизи прогрессивной линзы ну вот это основная причина почему призма меряется примерно в центре линзы представьте например что призма мерилась бы в точке измерения для доли как мы меряем рецептуру для доли в точке этой силу для доли цилиндр угол цилиндра мы довольно много меряем в этой точке если бы мерили и призму то значение призмы в точке измерения для близи отличалась бы очень сильно ну и это могло привести к нежелательным призматическим эффектом в зоне для близи зоне для чтения то есть такое расположение точки измерения призмы это в общем-то сбалансировать значение призм в остальных точках или в остальных областях линзы прогрессивной при этом как вы понимаете нет никакой причины ожидать что значение призмы измеренное в точке измерения призмы здесь осталось постоянной в любой другой точке в любой другой точке установочные точки точки для доли точки измерения для Приблизи значение призмы, естественно, будет другое, и в прогрессивной линзе они будут отличаться очень существенно. То есть это может быть различие в целой призм-диоптере. Один, два, три, четыре, пять призм-диоптере. То есть тут не стоит ожидать, что значение призмы как-то будет сохраняться. Поэтому будьте к этому готовы, и нет смысла попытаться измерить призму. В какой-то другой точке, нежели в точке для измерения призмы. То есть производитель, который рапортует вам о каком-то значении призмы, это значение призмы может быть найдено только в точке измерения призмы. Ни в какой другой точке оно быть найдено не может. Это важно. Окей. Следующий важный пункт – это стандарты. В международных стандартах, в частности в ANSI, стандарт, которым, в общем-то, все производители пользуются, указаны допуски на значение призмы или, можно точнее сказать, допуски на отклонение значений призм. Допуск на горизонтальную призму, отклонение горизонтальной призмы от требуемого или от заказанного значения не может быть больше, чем 2-х третьих призм диоптрии. Для вертикальной призмы отклонение не может быть больше, чем треть призм диоптрии. Все производители придерживаются этих правил, этих стандартов, этих ограничений. Ну и вы, когда проверяете значение призмы, принимаете во внимание эти ограничения. Как правило, производитель не может производить призму с нулевой погрешностью. Всегда есть какие-то погрешности. Ваша задача – убедиться, что значения погрешностей не превышают эти значения из стандарта ANSI. Обратите внимание, что допуск для горизонтальной призмы, он более щадящий, чем допуск для вертикальной призмы. Это важный пункт, мы к нему вернемся в следующих слайдах. Есть какие-то вопросы по этому слайду, предыдущему, Владимир, по разметке прогрессивной линзы, по измерению призмы. Так, у меня есть один вопрос, в чате не вижу, Алекс. То есть в установочной точке, если в рецепте нулевая призма, призма будет нулевая. А в точке измерения та, которая напечатана на конверте. Я правильно понял? Ну, это уже зависит от дизайна. А, то есть может отличаться, да, в установочной точке? Оно не только что может отличаться, оно всегда будет отличаться. В установочной точке, если это дизайн обычный, без коррекции рецептуры, я сейчас говорю... Без коррекции, да, я тоже говорю без коррекции. Без коррекции рецептуры значение призмы установочной точки будет отличаться. Она будет отличаться, исходя из закона Принтесса. Плюс оптическая сила в установочной точке может быть немножко отличаться от точки измерения для призмы. Поэтому, да, значения призмы в установочной точке всегда будут отличаться. И еще раз я могу повторить свою фразу. Не ожидайте, что призма в установочной точке будет такой же, как и призма в точке измерения для призмы. Нет, я имею в виду, как в рецепте. Как в рецепте будет в точке измерения призмы. В установочной точке будет другая призма. Другая призма, спасибо. Да. Точка для проверки призмы – это только точка для измерения призмы. Никакая другая точка этим целям служить не может, потому как призма там будет отличаться. Еще вопросы. Владимир, а ты видишь чат или ты его вообще не видишь? Я вижу чат, вижу вопросов нет. А, окей, хорошо. Пошли дальше. После того, как мы рассмотрели общие понятия и общие элементы в оптической призме, давайте рассмотрим два типа призм, которые используются в наших очковых линзах. Первый тип призмы – это призма клиническая. Что значит призма клиническая? Клиническая призма – это призма, которая была измерена оптиметристом или офтальмологом. И это призма, которая по тем или иным причинам должна присутствовать в линзе для того, чтобы исправить ту или иную оптическую проблему, проблему со зрением. Самое распространенное использование клинической призмы – это косоглазие. Косоглазие, как правило, оно бывает горизонтальное. И в таком случае мы внесем горизонтальную призму или призму base-in, призму по направлению к носу, или призму base-out, призму по направлению вовне. Ну и такая призма поможет при косоглазии. Косоглазие бывает также вертикальное. Это более редкий случай, но они встречаются. Ну и давайте посмотрим, что происходит при косоглазии и как призма может исправить ситуацию. То есть давайте возьмем пример – это глаз. Ну, здесь у нас находится нос, здесь у нас второй глаз, да, это мы смотрим сверху. При этом давайте представим, что объект, на который мы должны смотреть, находится где-то здесь. Да, это объект. При нормальном зрении каждый из глаз будет смотреть в направлении объекта, да. То есть глаз развернется на какой-то угол. И каждый глаз у нас будет смотреть на объект. В таком случае мы будем видеть этот объект четко и как он есть. Давайте сейчас представим ситуацию, что, ну, скажем, правый глаз не может развернуться на требуемый угол. А может развернуться на меньший угол. То есть вместо того, чтобы смотреть в этом направлении, он будет смотреть в другом направлении. Скажем, в таком направлении. При этом левый глаз у нас будет смотреть четко на объект, правый же глаз будет смотреть как-то мимо. Но ситуация эта вызвана, как правило, какой-то проблемой в мышцах, которые ответственны за поворот глаза. В данной ситуации человек будет видеть два объекта. Вместо того, чтобы оба глаза видели у нас один и тот же объект, левый глаз будет видеть реальный объект, правый же глаз будет приводить к тому, что он видит как бы второй объект. То есть человек будет видеть второй объект. Ситуация эта очень неприятная. Людям очень мешает двойное зрение. Ну, а решение может быть следующее. То есть в данном случае нам нужно отклонить луч света или, так сказать, направление зрения правого глаза влево. То есть отклонить, наша задача отклонить луч влево. Для того, чтобы отклонить луч влево, мы можем поставить призму по пути зрения человека. При этом призма должна быть с базой в том же направлении, в котором мы хотим отклонить наш луч. В данном случае база должна быть по направлению к носу. То есть база должна быть base in. То есть мы должны поставить какую-то такую призму. Да? Из нас база по направлению к носу. И тогда такая призма позволит отклонить луч. И мы получим луч, который приходит точно на объект. Таким образом мы скорректировали зрение. В данном случае мы скорректировали вот наш правый глаз. Левый глаз остался без изменения. Он и не требовал никакой коррекции. То есть вот это пример призмы. Пример работы призмы. Ну и таким же образом мы можем скорректировать косоглазие в вертикальном направлении. Плюс причиной косоглазия могут быть другие причины. У детей часто случается косоглазие. Как правило оно связано с амблиопией. Ну я был такой ребенок с трех лет. У меня было очень серьезное косоглазие. С трех лет я в очках. Но успели вовремя его поймать с косоглазия и исправить. Тут очень важно, чтобы вы, как профессионалы, смогли вовремя заметить такие явления у детей. И в раннем возрасте обнаруженное косоглазие может быть исправлено. Так же как амблиопия. Если не исправлено, то ситуация может быть значительно улучшена. Но важно делать это в раннем возрасте. Как правило после шести лет как-то улучшить ситуацию с косоглазием и с амблиопией. Или тяжело, или невозможно. Поэтому тут на вас есть немалая ответственность. Ну и это то, что называется клинической призмой. Клиническая призма еще раз измеряется оптометристом, измеряется офтальмологом. Это часть рецептуры. И в таком случае производитель, получив заказ на такую линзу и видя значение призмы в рецептуре, просто производит линзу, исходя из данной рецептуры, исходя из требуемого значения призмы, горизонтальной, вертикальной, base in, base out, base down, base up. И вы, как получателя таких линз, всегда можете проверить значение такой призмы клинической, измерив значение призмы в точке измерения призмы. Это призма клиническая. Следующий момент, следующий, второй основной тип призм – это то, что называется призма косметическая. Или призма для сравнения, уравнивания, балансировки толщины. На английском это thickness reduction призм. Ну, призма для уменьшения или балансировки толщины. О какой толщине идет речь и о какой призме идет речь, давайте посмотрим. Здесь на рисунке вы видите пример линзы. В данном случае это плюсовая линза, ее оптическая ось. И ее толщина внизу. И, как нетрудно заметить, ее толщина внизу значительно больше, чем толщина сверху. Чем это вызвано? Ну, причины довольно понятные. Призма, или, извините, установочная точка линзы, как правило, не находится посредине оправы. Установочная точка, как правило, находится в верхней третьей вертикальном направлении и ближе к носу в горизонтальном направлении. То есть симметрии тут никакой нету, поэтому линза значительно смещается относительно геометрического центра оправы. Ну, и, исходя из этого, значение толщины в различных направлениях по краям линзы, оно может существенно отличаться. Ну, и наиболее существенно оно отличается в вертикальном направлении. Значительно меньше есть отличия в горизонтальном направлении. Но, как минимум, в обычных оправах, не в спортивных, не в больших оправах. Такая ситуация, когда толщина линзы существенно отличается в вертикальном направлении, это проблема косметическая. С оптической точки зрения проблемы здесь никакой нет. Косметически, да, есть проблема, когда нижняя часть, как правило, это нижняя часть линзы, хотя могут быть исключения. Линза может быть толще и наверху, но, как правило, она будет толще внизу. То есть, эта разница в толщинах видна, она будет видна особенно в оправах с нейлоном, в оправах неполных. Естественно, эта разница зависит от рецептуры, в основном от оптической силы, от базы также зависят линзы. Ну и, чтобы решить эту косметическую проблему, еще раз я отмечаю, нашли способ, был найден способ. Способ у такой, мы берем заднюю поверхность и как бы поворачиваем ее, поворачиваем заднюю поверхность вокруг вершины, вокруг верхней точки здесь, поворачиваем заднюю поверхность до тех пор, пока толщина внизу линзы будет такая же, как она была и осталась наверху. То есть, с помощью такого поворота задней поверхности мы можем привести к тому, что мы сбалансируем толщину линзы в нижней части и в верхней части. При этом кривизна задней поверхности не изменилась, кривизна как была и осталась. То есть, представьте, что мы взяли какую-то поверхность и просто повернули ее, повернули ее вокруг верхней точки. Кривизна поверхности не изменилась. Так как кривизна поверхности не изменилась, то не изменилась оптическая сила этой поверхности задней. Помните формулу, да? Оптическая сила поверхности зависит от показателя преломления и от кривизны поверхности. Показатель преломления не изменился и кривизна поверхности тоже не изменилась. Поэтому оптическая сила задней поверхности не изменилась, а следовательно и оптическая сила всей линзы тоже не изменилась или почти не изменилась. почему она почти не изменилась ну потому что оптическая сила передней поверхности осталась такой же передняя поверхность вообще не изменилась и оптическая сила задней поверхности тоже не изменилась почему почти потому что как мы уже видели формула оптической силы линзы когда оптическая сила линзы это оптическая сила передней поверхности плюс оптическая сила задней поверхности Мы сказали, что эта формула приблизительная. Она приблизительная, а точная формула берет во внимание, принимает во внимание толщину линзы. Так вот здесь толщина линзы как раз изменилась. Она изменилась в центре, она изменилась внизу, поэтому точное значение оптической силы в линзе, оно изменилось. Оно изменилось? Изменилось несущественно, потому что вклад изменения толщины в изменение оптической силы относительно небольшой. В таком случае оптическая сила линзы может измениться от нескольких соток диоптрии до, в крайнем случае, нескольких десяток диоптрии, но даже изменение в четверть диоптрии в таком случае уже крайнее значение. Что, да, изменилось в этой линзе, изменилась призма. За счет того, что ориентация или положение задней поверхности в этой линзе изменилось, изменилось существенно. Мы развернули эту линзу, то в этой линзе образовалась призма, которой раньше не было. То есть вот мы внесли призму, призма направлением base down, направлением вниз, да, это как бы основание призмы сейчас. Вот вся область темно-зеленая, это основание призмы, наверху это вершины призмы, да, поверхность наверху практически не изменилась, осталась в том же месте. То есть мы внесли призму base down, призму базы вниз, при этом призму, которую мы внесли, не продиктована какими-то клиническими соображениями. К ним понятно, да? То есть это призма, которая была внесена только для того, чтобы сбалансировать толщины, толщины линзы вверху и внизу. Ну и исходя из этого, мы и называем эту призму косметической. Косметическая призма, как и любая призма, у нее есть влияние на оптику линзы, да? То есть это не бесплатно, скажем так, балансировку между толщинами, которые мы делаем с помощью призмы. Ну, у нее есть цена, скажем так, и цена это призма, которая еще раз не вызвана никакими клиническими алиоптическими соображениями. Есть ограничения, насколько эта призма, насколько большая может быть эта призма. То есть возможно, что разница между толщинами, она существенная между верхней и задней, извините, между верхней и нижней частью линз и призма, которая должна быть внесена для того, чтобы полностью сбалансировать эти толщины, будет существенная. Так вот, есть ограничения в том же стандарте анти и визо, есть ограничения максимальной призмы косметической, которая может быть внесена. Эта косметическая призма ограничивается двумя с половиной призматическими диоптриями. То есть до тех пор, пока балансировка толщин может быть сделана с призмой до двумя с половиной диоптрии, это будет сделано, если производитель делает такую, вносит такую косметическую призму. И если заказчик не против такой косметической призмы, если же призма такая косметическая должна быть больше, чем две с половиной диоптрии, то она не будет внесена, она будет внесена до двух с половиной диоптрии, а балансировка толщин будет неполная. Неполная. Откуда это ограничение в две с половиной призмой диоптрии? Ограничение это вызвано оптическими причинами, естественно, ну и по понятным причинам, потому что призма, да, влияет на оптику линзы, поэтому невозможно вносить до бесконечности призмы без того, чтобы это значительно повлияло на качество зрения наших пациентов. Поэтому значение в две с половиной призм диоптрии принимается как допустимое значение для косметической призмы. В данном случае, если не была заказана никакая клиническая призма, а только была внесена косметическая призма, в таком случае значение этой призмы вы можете найти в точке измерения призмы. Естественно, вы в таком случае не найдете нулевое значение призмы, вы найдете какую-то призму, base down, в некоторых случаях это может быть и base up, которое, это значение будет не нулевое, естественно, но знайте, что в таком случае была внесена косметическая призма. Естественно, что значение косметической призмы не может быть больше, чем две с половиной призм диоптрии, как мы уже сказали, исходя из стандартов. Как рассчитывается эта призма, меня часто спрашивают. Разные производители имеют разные способы расчета такой косметической призмы. Ну, я знаю, что Essilor, у них есть правило такое эмпирическое, в котором косметическая призма будет две трети от адитации. Это правило, которое работает неплохо, оно дает неплохое приближение. В Шамире косметическая призма рассчитывается точно, исходя из геометрии линзы и геометрии оправы. То есть такая призма может быть точно рассчитана, если у нас есть форма оправы, ну или хотя бы ее размеры. Ну и остальные производители также по-разному рассчитывают на косметическую призму. В конечном счете значения будут примерно одинаковые у различных производителей. И в случаях, когда применяются какие-то эмпирические правила, и в случае, когда эта линза будет, извините, эта призма будет рассчитана точно. Ну, я бы сказал, что наш Шамировский метод расчета косметических призм, он является наиболее точным, потому как рассчитывается точно, исходя из оправы из линзы. Но, как я уже сказал, и остальные производители делают это неплохо. Косметическая призма может быть совмещена с клинической призмой. То есть в случае, когда заказана какая-то клиническая призма, и пациент хочет все-таки получить красивую линзу, сбалансированную по сверху и снизу, то это возможно. Ну, во всяком случае, Шамир дает такую возможность комбинации двух этих призм. Ограничение двух с половиной диоптрии остается в силе для косметической призмы. Ну, и в таком случае, это может быть немного более сложный случай и для производителя, и для вас, когда вы захотите проверить такую линзу, то есть заказав клиническую призму. И при этом, если производитель совместил ее с косметической призмой, в результате вы найдете призму, которая будет отличаться от заказанной вами клинической призмы. Но при этом разница эта не должна превышать двух с половиной диоптрии. И возвращаясь к моменту, когда я вам застрел ваше внимание на разницу в допусках между вертикальной и горизонтальной призмой, допуск в горизонтальной призмой был больший. При этом, вы можете сказать, исходя из допуска, который был на уровне третьей диоптрии для вертикальной призмы, каким же образом можно внести до двух с половиной диоптрии в вертикальной призмы косметической. Но здесь важно понять, что ограничение в треть призм диоптрии для вертикальной призмы – это ограничение на разницу между двумя глазами. То есть если мы вносим косметическую призму, а мы ее вносим для обоих глаз одинаковое значение, то в таком случае это ограничение не действует. Ограничение действует на разницу между двумя глазами. А если нет такой разницы, если вертикальная призма внесена на одном и том же уровне для обоих глаз, то в таком случае оптически важно понять, что происходит реально оптически. Весь наш мир, все объекты, которые мы видим, или поднимутся на какое-то значение, или опустятся на какое-то значение, но пациент вряд ли почувствует разницу. Ну и для того, чтобы он ее не почувствовал, вот как раз и есть ограничение до двух с половиной призм диоптрии вертикальной призмы. То есть если это будет значение больше, чем 2,5 диоптрии, то наш пациент, да, может почувствовать, что весь мир как-то сдвинулся слишком. Ну а ограничение в горизонтальной призме, оно больше, чем для вертикальной призмы, и вызвано это тем, это вызвано, в общем-то, физиологическими особенностями, или даже оптическими особенностями нашего глаза, когда чувствительность наша или возможность, так сказать, комфортно чувствовать себя с какими-то избыточными призмами, вот эта чувствительность, она ниже для горизонтальной призмы, чем вертикальной. Поэтому в горизонтальной призме есть возможность как-то поиграться с ней. Ну и это занятие подошло к концу. На следующем занятии я вам покажу один пример из нашей недавней практики, что можно сделать с горизонтальной призмой. Те, кто вовремя подсоединится к следующему занятию, успеют посмотреть пример. Это будет как бонус. На сегодня все. Большое спасибо за внимание. Владимир, есть вопросы какие-то? В чате нет вопросов. Окей, спасибо всем и встретимся через день. Всего хорошего. До свидания. А, Алекс, Алекс, секундочку, появился вопрос неожиданно. А, нет, написано спасибо. Пожалуйста. Да, хорошо. Все, до свидания. Всем всего хорошего, хорошего дня. Спасибо. Продолжение следует...